Здравствуйте! В этом году весь мир отмечает 100-летний юбилей Эмиля Гиллица, великого русского пианиста, одну из вершин в той гряде вершин пианизма, где пик Гиллица не ниже пика Рахманинова, Горовиса, Сафраницкого. Гиллиц родился 19 октября 1916 года в Одессе, в той музыкальной Одессе, откуда вышли многие-многие великие музыканты. Это Самуил Генч Файнберг, знаменитый профессор Московской консерватории, Мария Гринберг, Яков Зак, Шура Черкасский, Альберт Марков, Давид Ойстрах, Валерий Климов, а также Елизавета Гиллиц, замечательная скрипачка, сестра Эмиля Григорьевича. Детство Гиллица проходило в очень тяжелые годы гражданской войны, бедности, голода. Людмила Александровна Сосина, профессора Московской консерватории, и подруга Елизаветы Гиллиц и Эмиля Гиллица в те годы вспоминает, что семья Гиллицов жила очень бедно, и Эмиль, получая 10 копеек на трамвай, потому что музыкальная школа была очень далеко, говорил своей сестре, слушай, давай пойдем пешком и купим на эти 10 копеек семечек. Вот такая была судьба у молодого Гиллица. Гиллиц окончил Одесскую консерваторию, консерваторию имени великой певицы Антонины Неждановой, тоже, кстати, уроженки от города Одессы. Во время его учебы, когда ему было только лет 15, в Одессу приехал знаменитый пианист Александр Боровский. И вот он в своих мемуарах вспоминает, что дирижер после репетиции пригласил его к себе на чашку чая и спросил, не хочет ли он послушать 15-летнего мальчика. И даже сказал, вы знаете, мальчик будет играть в соседней комнате, так что вы можете продолжать пить чай. И Боровский пишет, через 2 секунды я уже кинулся в эту комнату, услышав феноменальный виртуозный данный, чеканный ритм и слушал мальчика полтора часа. После этого я спросил, почему, что он делает в Одессе, ему же надо в Москву, я могу дать рекомендательные письма к Игубному книгаузу. Его учительница Берта Михайловна Раингбаль сказала, может быть, еще рано. Да нет, сказал Боровский, надо немедленно ехать. Через 30 лет Александр Боровский приехал в Ленинград и прочитал интервью Гиллиса, который писал, что когда он был маленький, старый пианист Боровский, Боровскому в то время было 40 лет всего, слушал его из-за двери, но быстро вернулся и после этого послушал его полтора часа. Боровский пишет, что сейчас Гиллис продолжает иметь такой же чеканный ритм, такие же стальные пальцы, но у него в игре появилось обаяние, изысканность и благородство. И причисляет Гиллиса к самым лучшим российским музыкантам. Берта Михайловна Раингбальд, профессор детской консерватории, очень много дала Эмилю Гиллису. Она действительно отвезла его в Москву Гедриху Густавовичу Нигаузу, но Нигауз покритиковал молодого мальчика и предложил позаниматься еще в Одессе. Но спустя полгода состоялся всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей в Москве, и Гиллис произвел невероятную сенсацию, завоевав первую премию. Все люди того поколения помнят этот невероятный успех, когда на сцену малого зала консерватории на первом туре вышел рыжеволосый молодой человек 16 лет и поразил всех необычайной свободой и виртуозностью знаменитой фантазии Листа на темы оперы «Свадьба Фигара» Моцарта, одного из самых труднейших сочинений в фортепианном репертуаре. И в то же время он играл еще и вариации на тему Генделя Брамса, одно из самых глубоких и трудных сочинений Брамса. И, конечно, его победа была безусловной и безупречной. С этого времени начинается блестящая карьера Эмиля Гиллиса. После окончания консерватории в 1935 году приехал в аспирантуру к Генриху Нигаузу, а в 1938 году блестяще победил на брюссельском конкурсе имени королевы Елизаветы. Эмиль Зауэр, ученик Листа, бывший членом жюри, написал, что он полгода не встречал таких талантовых людей, как Эмиль Гиллис. И до конца своих дней это был один из ведущих и лучших пианистов мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ